Добрый день, коллеги! Сегодняшний наш вебинар посвящен теме стандартной бухгалтерской отчеты в 1С ERP 2.5. Проводит для вас вебинар компания 1С CoderLine. Компания 1С CoderLine – это компания 1С Franchising. Компания 1С CoderLine осуществляет обслуживание и внедрение различных конфигураций 1С. У вас на экране вы видите наши контакты, электронную почту 1С CoderLine.ru и номер телефона, по которому вы можете с нами связаться, написать, и наши консультанты с удовольствием помогут вам в ваших вопросах. Также обратите внимание на канал Telegram ERP. Предлагаю вам всем зайти и подписаться. В данном канале мы выкладываем все самые современные статьи по теме ERP. Проводятся там обсуждения, поэтому заходите, подписывайтесь. Меня зовут Моисеева Екатерина. Я ведущий консультант-аналитик 1С. И сегодняшний вебинар буду проводить я. Каким образом мы с вами строим вебинар, я буду проходить по нашим темам. Если остается какое-то время после определенной темы, то я могу рассмотреть ваши вопросы. Если нет, тогда вопросы будем рассматривать все в конце нашего вебинара. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара. Мы немножко вспомним с вами регламентированный учет в 1С ERP, на чем он строится, и перейдем к формированию и настройке стандартных бухгалтерских отчетов. Оборотно-сальдовые ведомости, карточки счета, анализы счета и анализы субконта. Я вам покажу, как их настраивать. Это наиболее используемые мной виды отчетов в моей деятельности, как аналитика и бывшего практикующего главного бухгалтера. Настройки больше приходятся, конечно, начинающим, которые еще не настолько хорошо знают, как пользоваться этими отчетами. Но, может быть, и практикующие для себя тоже что-то почерпнут новое. Итак, что же такое у нас стандартные бухгалтерские отчеты? Это аналитические отчеты, которые позволяют оперативно получить информацию по счетам и субконтам в системе 1С. Напомню, что в ERP у нас учет делится на оперативный и регламентированный. Регламентированный учет – это равняется бухгалтерский учет. Соответственно, практически в каждом документе есть возможность отразить данный документ в регламентированном учете по кнопочке «Дебит-кредит» и либо оперативно сразу отразить, либо, может быть, программно все это запускаться, отражаться. И, соответственно, полученные нами проводки, имеющие счета и субконта, дадут нам возможность оперативно сформировать бухгалтерские отчеты. К таким отчетам относятся оборотно-сальдовые ведомости, как самостоятельные, так и по счету, карточки счета, анализ счета, анализ субконта, ну и многие другие. Сейчас, когда мы с вами перейдем в нашу систему, все посмотрим подробно. Итак, давайте переходить в нашу демонстрационную систему 1С ERP. Итак, вот у нас есть раздел «Регламентированный учет». Данный раздел имеет в себе заложенное меню «Стандартные бухгалтерские отчеты». Именно вот в этом меню находятся все наши нам привычные оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов. Если мы с вами вспомним, как это было заложено в бухгалтерии предприятий, в обычной 1С и на многих других конфигурациях, то у нас здесь с правой стороны просто было выведено отчеты, и мы сразу щелкали и видели все наши отчеты. Здесь немножко в ERP спрятали, но от этого ничего не поменялось. То есть все наши отчеты есть, которыми мы пользуемся. И давайте бегло с вами посмотрим, как называется каждый из них и что он нам позволяет получить. Итак, анализ субконта позволяет нам сформировать данные в разрезе определенного субконта. Это могут быть договора, контрагенты, расчетные счета и так далее. Можно сделать по одному или по нескольким. Анализ счета. Анализ счета позволяет нам сделать анализ по используемым счетам корреспонденции по определенному счету. Допустим, 51, 60, 62, 10, в общем, любой. Также можно по субсчету. Допустим, 10, 07, 60, 01, 60, 02. И данный отчет нам позволит увидеть скомпонованную картиночку. Отчет «Главная книга» дает нам с вами информацию о сальдо корреспондирующих оборотов по всем счетам бухгалтерского учета. Инвентарная книга ОС-66. Данная книга позволяет нам увидеть аналитику по основным средствам, движение их и подробную аналитику. Этот отчет я сегодня не буду рассматривать. Он больше подходит к теме внеоборотных активов. Кстати, вы можете обратиться, посмотреть такие вебинары. Я уже записывала по основным средствам, необоротным активам ERP. Записи есть у нас на сайте. Можете обратиться, посмотреть. Карточка субконта. Это подробная карточка по всем проводкам по определенному субконту с корреспонденцией. Карточка счета дает нам подробную информацию по корреспонденции по определенному счету. Сейчас мы еще посмотрим, когда будем рассматривать более подробно. Оборотно-сальдовая ведомость дает нам возможность сформировать оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам одновременно, получить сальдо начало, наконец. Оборотно-сальдовая ведомость по счету также нам позволит сделать обороты, но уже по определенному счету. Обороты между субконта позволят нам сформировать по определенному субконту и их корреспонденции. Обороты счета между выбранным счетом и всеми остальными счетами. Отчет по проводкам дает нам детальную информацию по каждой проводке, по каждой операции. Также есть у нас отчет, позволяющий посмотреть сводные проводки, ну и шахватная ведомость. Давайте вспомним, как же у нас в документах выглядит регламентированный учет, откуда нам брать информацию. Давайте для примера перейдем в казначейство без наличной платежи. Вот в каждом документе у нас есть кнопочка дебет-кредит. Соответственно, она позволяет нам сформировать проводки. Вы можете увидеть, допустим, что вы, когда документ сформировали, провели, здесь может быть еще не быть проводок. Для того, чтобы они появились, нажимается кнопочка «Отразить в регламентированном учете» и тогда данная операция, данные проводки появятся. И в данном случае мы с вами видим, что за такую-то дату по такой-то организации, торговый дом комплексный, прошли движение по дебету счета 52, это валютный счет, по подразделению бухгалтерия торгового направления, субконта по дебету, здесь выбраны, конгресс, банк, это вид счета, и поступление оплаты, это статья ДДС. Ну и, соответственно, валютная сумма мы видим, что в евро и тысяча. По кредиту у нас счет 6202, по поставщику альфа, покупателю, и, соответственно, выбран договор покупателя. Сумма в рублях по курсу, на дату операции и содержание операции. Вот из этой проводки вы можете обращаться, допустим, если вы не знаете, по какому счету вам посмотреть, вы можете зайти и вспомнить, допустим, какой здесь счет используется, и по нему посмотреть аналитику в нашем каком-то бухгалтерском отчете. Итак, давайте перейдем в регламентированный учет, стандартные бухгалтерские отчеты, и рассмотрим наш первый с вами отчет. Это будет оборотно-сальдовая ведомость. Первоначальные настройки, которые мы делаем, это мы указываем организацию и период. Итак, что мы видим в нашей оборотно-сальдовой ведомости? Мы видим движение по счетам 0,1, 0,2 и так далее, все счета, которые используются в этом периоде. Видим с вами сальдо на начало периода по дебету, по кредиту, обороты за период по дебету, по кредиту, сальдо на конец периода, точно так же, и обратим с вами внимание на итоговые строчки. Вспомним с вами, что бухгалтерский у нас учет строится на принципе двойной записи, и, соответственно, мы видим, что оборот по дебету равняется по обороту по кредиту, соответственно, у нас баланс соблюден, и здесь все верно. Давайте зайдем в настройки и посмотрим, что мы можем настроить. Ну, во-первых, мы можем сделать группировку по субсчетам, соответственно, расширить нашу оборот на сальдовую ведомость. Расширим, и мы видим, что у нас появляются субсчета 0101, 0201, особенно важно смотрим 6001, 6002, потому что здесь, соответственно, видно развернутая сальда. Для чего в своей практике я использовала данный отчет? То есть данный отчет я использовала для проверки, допустим, бухгалтерского баланса. То есть, когда мы составляем бухгалтерский баланс, он у нас также строится по определенным счетам, и, соответственно, зная, в какую строчку какой счет суммируется, можно проверить то, насколько правильно у вас сформирован баланс итоговый. Это одно из первых использований этого отчета. Давайте дальше зайдем. Какие можем мы показатели установить? Мы можем поставить показатели, допустим, налогового учета. Сформируем. Знаем, что каждый документ у нас в регламентированном учете отражается и в налоговом учете. И вот здесь, сформировав нашу оборотно-сальдовую ведомость в разрезе бухгалтерского и налогового учета, мы можем увидеть, сальдо у нас не совпадает по дебету и по кредиту. Давайте подумаем, за счет чего у нас может не совпадать данная сальдо. Данная сальдо у нас не совпадает за счет того, что часть расходов в налоговом учете могут формировать постоянные и временные разницы. Поэтому мы с вами добавим настроечки ПР и ВР и уже увидим более развернутую оборотно-сальдовую ведомость и увидим движение и ППР и ВР. Также у нас с вами есть еще настройка, которая называется контроль. Для чего нужен нам с вами этот контроль? В идеальной ситуации, вот допустим, как здесь, видите, по 62 счету у нас вылез контроль. Контроля у нас быть не должно. Любая сумма, которая у вас попала в бухгалтерском учете, она должна отразиться в налоговом учете. Соответственно, либо сформировать постоянную разницу или временную. Если у нас появляется этот контроль, это для нас сигнал вспомнить о том, что мы с вами что-то где-то не учли. В каких ситуациях это возникает? Ну, вот из моей практики аналитика я могу сделать вывод, что очень часто наши бухгалтерские службы и другие сотрудники, особенно это бухгалтера страдают этой проблемой, они делают операцию, введенную вручную, и в данной операции они забывают настроить налоговый учет. Вот если мы с вами сейчас обратимся к проводке вот допустим предыдущего документа, вот мы видим, что вот есть у нас сумма бухгалтерского учета и далее у нас есть сумма налогового учета. Так вот, когда бухгалтера делают такую операцию, зачастую забывают заполнить налоговый учет, либо поставить данные на постоянные временные разницы. То есть такая же примерно проводка выглядит, когда делается вручную и либо совсем не поставили, либо не так поставили не такую сумму, либо не отразили разницу постоянную временную и за счет этого у нас с вами не идет налоговый учет. А что для нас налоговый учет? Налоговый учет нам влечет расчет налога на прибыль. То есть соответственно потом не так начисляются ОНО, ОНО и соответственно не сходится у нас декларация, проблемы с 68 счетом. Ну то есть проблема начинается здесь, а имеет потом плачевные результаты. То есть сразу с вами закрыли период, а еще лучше перед закрытием периода, сформировали обороточку, проверили бухгалтерский налоговый учет, а потом мы же с вами будем формировать данные налогового учета. Так, какие у нас еще вопросы были? Да, вот пользователь спрашивает, можно ли отразить по забалансовым счетам выводить. У нас есть такая настроечка, галочка выводить забалансовые счета. если ее сформировать, уберу пока эти настройки, чтобы у нас не было такого расширенного. Ну, вот здесь нет забалансовых счетов, но в организациях, которые есть, когда вы настраиваете эту галочку, то, соответственно, появится счет, допустим, 001, если вы 000, 300, которым вы пользуетесь, либо какие-то забалансовые там, MC04 или еще какой-то. В общем, если у вас какие-то есть данные на балансовом счете, то, соответственно, при установке этой настройки они тоже попадут в эту оборотную сальдовую ведомость. Можно также нам настроить дополнительные поля, допустим, выводить наименование счета, и тогда мы с вами сразу обратим внимание, что нам как подсказка идет, как называется этот счет. если мы уберем, можем, допустим, сделать в отдельной колонке, не рядом, а вот будет в таком виде, сразу читаем, уберем галочку, вернем, как было у нас до этого, ну и также мы с вами обратим внимание, что в каждый счет, если мы два раза щелкнем, мы можем провалиться, то есть не выводить окна именование рядом, а можем зайти и посмотреть, что у нас за счет, активный, он пассивный, это мы проваливаемся в план счетов, как называется, то есть вся информация по этому счету, но опять же она нужна для начинающих, которые бухгалтера постоянно практикуют, как бы уже на память помнят название всех счетов. Что мы еще здесь можем сформировать? Исходя из этого отчета, мы можем также сделать и оборот на сальдовую ведомость сформировать по нужному нам счету, и карточку счета, и анализ счета, и посмотреть обороты. Ну, вот такой. Ну, также, соответственно, мы можем вывести, если нам нужно, напечать данный документ и получим печатную форму. Можем сохранить себе данный отчет в Excel, назвать, как нам надо, и, соответственно, в форме Excel, потом с ней работать. Итак, переходим теперь дальше. Давайте перейдем к отчету карточка счета. карточка счета. Ну, давайте подумаем, по какому счету нам его сформировать. Как я вам рассказывала, обращаемся к проводке регламентированного учета. Ну, допустим, вот я хочу посмотреть по 6202 карточку счета. Если не делать никакие другие настройки, то, соответственно, у нас выходит карточка счета по всем организациям, которые были, имели корреспонденцию с 62 счетом, то есть имеется в виду с нашими контрагентами, с нашими покупателями. Так как у нас настроена здесь организация торговый дом комплексный, то, соответственно, проводки будут под этой организацией. Давайте проверим себя. Проводки регламентированного учета у нас были из безналичных платежей. Откроем. Да, вот у нас организация торговый дом комплексный. Видим нашу организацию. Соответственно, по ней мы сделали карточку счета. Далее. Допустим, я хочу по организации альфа. Я захожу в отборы, выбираю альфа и формирую. Что дает нам карточка счета? Мы видим с вами движения движения по операционно по каждой проводке по этому счету. В данном случае мы видим, что у нас есть проводочка 52-62-02 и я вижу, что далее у нас идет 62-02-62-01. О чем мне скажет эта информация? Если у нас используется счет 62-02, как я вижу в проводке, соответственно, для этого я и пользовалась этим отчетом, карточкой счета, я понимаю, что это у меня аванс. Аванс на валютный счет. Если далее у нас проводка 62-02-62-01, значит, соответственно, этот аванс у нас закрылся. при этом мы видим, что это списание безналичных денежных средств, соответственно, мы понимаем, что данному клиенту вернули полученный от него аванс. Видно и даты, и подробный текст. Допустим, далее мы хотим отобрать прям по договору по какому-то. можем открыть договоры с контрагентом и выбрать определенный договор. И тогда у нас формируются наши проводки по определенному договору. что мы еще здесь можем настроить? Мы можем настроить подразделение по определенному подразделению, можем по направлению деятельности. И опять же, здесь можно выбрать, а в группировке мы указываем, допустим, что мы хотим посмотреть по месяцам. И тогда у нас с вами будет промежуточная сальдо за определенный месяц. То есть мы видим, что данная операция у нас прошла в феврале и оборот за февраль составил 99 тысяч. И оборот за март мы видим, что вторая операция прошла у нас марки. Какие показатели мы можем здесь настроить? Мы точно так же можем поставить налоговый учет, постоянные разницы, временные разницы. И тогда мы видим сразу информацию по налоговому учету. В данном случае мы видим, что по налоговому учету также прошли эти суммы. зайдем в настройки, уберу. Мы можем с вами добавить какие-то дополнительные поля, которые нам нужны. Можем выделять отрицательные либо не выделять. И допустим можем добавить еще какой-то отбор, который нам не нужен. ну вот допустим организация либо еще какое-то поле. ну давайте посмотрим еще по какому счету сформируем карточку счета. Посмотрим наши проводки век учета. Ну допустим по 52 52 это у нас валютные счета. видим видим, что сразу автоматически у нас аналитика немножко поменялась. Мы можем здесь выбрать определенный банковский счет и сформировать. также помним, что мы можем менять период. Мы можем поставить сразу за полугодие, допустим, тогда у нас даты устанавливаются по 30 июня. Можем установить за квартал, можем установить за месяц, либо определенный день вплоть до дня. если мы два раза щелкнем, мы провалимся в документ, который сформировал эту проводку. То есть соответственно прямо здесь мы можем взять и что-то подредактировать. Что любят редактировать наши любимые уголтера? Конечно они любят поставить ручную корректировку проводок. То есть допустим, вот здесь у нас прошла проводка 6202 по этому договору. А я допустим как бухгалтер, я знаю, что уже была отгрузка и это должен быть 6201 счет. Возможно здесь надо на самом деле разбираться почему. Может быть договор выбран не тот, еще что-то. Но зачастую многие разбираться не хотят, поэтому не ставят ручную корректировку проводок и выбирают допустим другой счет ставят и записывают ручную. Тогда у нас здесь проводка принудительно поменяется. А потом допустим через какое-то время внесли исправление в этот документ нашли что договор не тот поставили нужный договор а галочку снять забыли. Ну и соответственно вот она наша ошибка проводка останется такая же и не изменится при перепроведении документа. Поэтому мы сами должны помнить что ручные корректировки проводок нужно ставить очень редко в редких случаях. Также вот из моей практики аналитика было настолько что правда не в системе ВРП а в другой что главный бухгалтер при закрытии месяца она поставила ручную проводку в реформации баланса потом через какое-то время вернулась сделать исправление а то что она ставила эту проводку она забыла и соответственно говорит у меня не сходится у меня не закрывается себестоимость у меня не проходит реформация баланса причем я в своей программе в копии делаю у меня все замечательно когда начала смотреть разбираться зашла в ее программу ну естественно да у нее там стоит ручная корректировка она забыла ее снять ну и соответственно получали получили то что имеем проводки новые не формируются поэтому не забываем и формируем какой здесь у нас есть инструмент у меня вопрос спрашивают как же найти ошибку но если это какой-то текущий документ то у нас есть регламентированный учет есть отчет сверка данных оперативного и бухгалтерского учета соответственно если мы сформируем этот отчет он нам покажет что допустим в оперативном учете данные прошли а в бухгалтерском нет ну и соответственно сразу мы здесь можем посмотреть по регистраторам по каким документам зайти посмотреть почему это произошло что не дало нам сформировать проводку может быть просто забыли может быть какие-то настройки вот допустим отразили в регламентированном учете документ сформировали заново отчет ну и видим что в бухгалтерском учете вот на 600 тысяч прошло надо еще смотреть еще где-то 600 тысяч соответственно вторая операция вот таким образом с помощью этого отчета можно по оперативным документам соответственно проверить расхождение бухгалтерского и налогового учета но понимаем что закрытие месяца это у нас итоговый отчет поэтому если конечно сделать ручную проводку при закрытии месяца то здесь может ее и не найти и так проговорили мы с вами по карточке счета теперь давайте еще обратимся к анализу счета переходим в регламентированный учет стандартные бухгалтерские отчеты и анализ счета анализ счета допустим по 52 счету это у нас развернутый вид сейчас я сделаю чтобы был прям совсем сгруппированный полет у нас настроен полет на сумму вот самый простой вид да мы с вами видим что за период по май 2024 по 52 счету у нас корреспонденции 60 прошло 135 62 99 и 100 соответственно обороты конечная сальда нашего счета если мы два раза щелкнем мы проваливаемся в отчет по проводкам и видим соответственно какая проводка сформировала эту сумму можем зайти опять же два раза щелкнуть и провалиться в сам документ то есть все удобно все наглядно работать просто прекрасно теперь дальше что может нам понадобиться на валютном счете ну вот допустим валютная сумма да поставим с вами галочку валютная сумма и соответственно мы видим сколько в валюте допустим на начало это 100 тысяч евро и 98 151 доллар 32 цента то есть мы сразу видим с вами и в валютном выражении и в рублевом можем себя проверить по курсам правильно ли рассчитала программа также что мы еще можем настроить мы можем настроить в разрезе банковских счетов допустим ну понятное дело мы понимаем что долларовый счет это отдельный валютный счет а в евро это другой валютный счет соответственно сформировали и видим наш анализ счета в разрезе банковских счетов сформировали давайте посмотрим что еще можем сделать можем отобрать по определенному банковскому счету а можем также еще сгруппировать по корреспондентским счетам сейчас я вам покажу допустим меня интересует беру банковские счета ну аналитика только 62 счета но не хочу видеть 60 а хочу видеть только 62 мы с вами зайдем поставим группировку по корсу счетам и добавим что по 62 я хочу увидеть свою аналитику подробную вот я вижу подробную аналитику по 62 счету в разрезе договоров и всего прочего могу вывести по субсчетам и развернула тогда все обороты по 62 0.1 и 62 0.2 так уберу сейчас еще валютную сумму опять чтобы сделать свернутый какой мы здесь можем еще группировку очень удобная группировка допустим по месяцам или по дням вот если мы сделаем по дням мы увидим обороты за определенный день в своей практике я пользовалась этим отчетом для того чтобы сверять выписки допустим пришла мне выписка за определенный день и я ее таким образом отслеживала за каждый день то есть я вижу сумму я вижу обороты я могу сверить сальдо на начало сальдо на конец и таким образом можно увидеть где допустим какая-то когда особенно разносите большое количество выписок какая операция где не прошла где разорвало сальдо остаток не идет соответственно в том дне ищите расхождение мы можем два раза там щелкнуть допустим посмотреть подробные операции по данному счету и соответственно исходя из этого уже далее работать также мы можем сделать группировку по месяцам январь февраль март по годам по кварталам в общем любая необходимость которая вам у вас есть также мы можем по кнопочке печать вывести на печать просмотреть печатную форму по кнопочке сохранить можно сохранить в Excel также кстати и карточку счета можно сохранять в Excel когда у вас допустим очень большая карточка можно выгрузить в Excel сделать фильтры и по фильтрам поработать ну и последний отчет который я хочу вам показать который я часто использовала в своей деятельности это отчет анализ субконта в данном отчете мы точно также заполняем организацию но выбираем теперь субконта то есть этот отчет строится именно по субконту ну вот допустим в нашей проводочке которую мы смотрели мы видим что у нас по 52 у нас задействованы субконта расчетный счет и статья движения нежных средств по этому субконту тут допустим поставщики и договор ну соответственно выбираем банковский счет и видим движение если мы нажмем показать все мы видим все наши субконта ну вот допустим статья денежных средств и видим оплата поставщику поступление оплаты от клиента для чего удобно использовать эту аналитику эта аналитика нам помогает при построении допустим аналитического финансового отчета допустим если у вас может бухгалтер казначей он работает и с регламентированным учетом и с финансовым соответственно таким образом можно отследить БДДС БДДС у нас строится по статьям денежных средств допустим опять же если мы видим какие-то расхождения с 51 с 52 можем сформировать по статьям и соответственно найти все эти расхождения вот для этого соответственно данный отчет я использовала в своей практике то есть больше всего я работала с этим но также можем посмотреть допустим контрагентов если мы хотим обороты по контрагенту тогда мы видим допустим по всем счетам которые использовались при корреспонденции с этим контрагентом и тогда уже допустим какую-то аналитику нужную нам вывести точно так же два щелкнуть провалиться карточку и все увидеть итак сегодня на нашем вебинаре мы с вами рассмотрели стандартные бухгалтерские отчеты я вам рассказала о наиболее часто используемых мной но также мы не забываем что этих отчетов у нас большое количество и каждый можно применить для какой-то с вашей конкретной аналитики если есть вопросы можно задать для вас проводил вебинар компания Кодерлайн компания Кодерлайн это компания 1С франчайзин у себя напомню вы видите на экране наши контакты электронную почту номер телефона куда вы можете обратиться за консультацией напомню что подписываемся на наш телеграм канал все наши записи у нас есть на нашем сайте там вы можете обратиться посмотреть прежние мои вебинары по основным средствам которые я упоминала был недавно по регламентированному учету более подробный так на сегодня все спасибо за внимание у у